В четверг глава Совета Безопасности Украины Валентин Наливайченко призвал жителей Юго-Востока страны прекратить поддерживать сепаратистов, против которых ведется антитеррористическая операция. Вместе с тем он отметил, что понимает людей, которые хотят восстановить мирную жизнь в Славянске, Краматорске и Донецке. Тем временем в украинской прессе раздается все больше критики в адрес Министерства обороны, которая, как считают многие, проявляет излишнюю медлительность и осторожность в своих действиях против сепаратистов. Состояние украинской армии в целом оставляет желать лучшего. О подлинных причинах неудач украинских силовиков в интервью РТВА сегодня рассказал Леонид Поляков, бывший замминистра обороны Украины. Все 20 лет армия недофинансировалась, кадровая политика была часто проблематичной. Особенно это проявилось в последние 4 года при Януковиче, когда его последние 2 министра вообще не были гражданами Украины. Скажем так, получили граждан совсем недавно, они были и рождены в России, и до этого были российскими гражданами. То есть, доходило до того, что если не в вооруженных силах, например, в службе безопасности, последние месяцы его режима, просто присутствовали люди из ФСБ и контролировали все, что там происходило. А то же самое происходило и в непосредственной охране Януковича. И армия была практически на тот момент деморализована и небоеспособна. То есть, когда прогнали криминальный режим Януковича, то нам приходилось практически почти с нуля в условиях агрессии в Крыму отмобилизовывать и создавать боеспособные вооруженные силы. И в принципе, мы смогли создать группировку, которая не позволила Путину пересечь границу, хотя у него к начале марта под видом мучения было сосредоточено около 100 тысяч войск, много техники, авиации и десантников. Прямо непосредственно на границе от Черного моря до границы с Белоруссией и в Белоруссии тоже. Но нам удалось замкнуть основные силы России в Крыму и не позволить атаковать на востоке. И таким образом мы выиграли время. Конечно, мы временно потеряли Крым, но мы сохранили материковую часть Украины и сдержали агрессора. И сейчас мы уже имеем значительно более боеспособные, обученные и обеспеченные вооруженные силы, которые, конечно, слабее российских, но, по крайней мере, они уже будут воевать и они способны нанести неприемлемый ущерб потенциальным агрессорам. Продолжение следует...